База данных Я хочу озвучить некоторые проблемы, которые существуют рядом и вокруг баз данных, и какие решения для них сейчас актуальны, как это делается, и дать некоторые навыки, даже скорее оценки готовых реализаций, работы с ними, чем какой-то синтаксис, какую-то конкретику, какой-то конкретной базы. Я Илья Тетерин, работаю с базами давным-давно, с 92-го года, и честно говоря, мне в это даже не верится. Я пишу на Яве уже больше 10 лет, и с 2007 года работаю в Яндексе. Честно говоря, я считаю, что мне сильно повезло, что я попал в Яндекс, что я дорос до такого уровня, чтобы работать в Яндексе, либо в JetBrains, либо в какой-то еще действительно крутой конторе Санкт-Петербурга. И я всем вам желаю, чтобы вы смогли выйти на такой же уровень. В ходе работы в Яндексе я работал с маркетом, с книжками, с авто, с адресами, еще многими другими проектами. Что мне не нравится тем, что я вижу, когда к нам приходят люди? Люди знают какие-то ключевые слова, люди знают название баз, люди даже теоретически могут в них залезть, но они совершенно не понимают, что происходит внутри. С этим сталкиваюсь в работе регулярно. То есть мы пользуемся базой, и выясняется, что она тормозит, выясняется, что она падает, выясняется, что в ней, например, теряется синхронизация данных, и люди не понимают, почему это происходит. Я считаю, что намного важнее понимать принципы того, что есть, чем синтаксис. И поверьте, синтаксис какой-то базы элементарно ищется через поисковик. Если вы знаете, что искать, вы сразу это найдете. Если вы не знаете, что вы хотите найти, то вы можете провести месяца, листая википедию, просто в поисках алгоритмов. Занятия будут здесь по средам, с 18 до 20. У меня есть какое-то количество материала, которые я вам рассказываю. После 20 я хочу, чтобы вы задавали вопросы, и мы с вами общались. Потому что я хочу понять, чего вам не хватает в том, что вы знаете. Я исхожу из того, что вы все студенты питерских вузов. Я, насколько понимаю, от второго и вплоть до выпускников. Вы уже знаете базы данных. Вы, может быть, их не до конца осознаете, но вы их знаете. У нас будет 12 занятий. Потом будет зачетное мероприятие. Основой зачета я бы хотел, чтобы вы написали программу. Программу базы данных. И сопроводили эту программу описанием, какие алгоритмы внутри работают, почему, зачем и в каких условиях эта база может использоваться. База не в том смысле, что вы возьмете готовую реализацию, создадите в ней таблички, а базу, которую вы напишите на том языке программирования, который вы знаете. Пусть она будет маленькой, пусть она будет простой, но это будет написанная вами база данных. В качестве языка реализации можно взять любой из вышеперечисленных. На C++ я не пишу и очень плохо его читаю. На Java, Scali, Python, Ruby, приносите. Если у вас с этим есть глобальные проблемы, мы индивидуально это уточним. Что с этим делать? Крайне рекомендую выходить по понедельникам к Георгию Корнееву на курс Java. Он действительно очень хорошо его читает. Люди, прошедшие этот курс, знают, что происходит внутри, зачем, и с ними приятно работать. Курсовик можно писать в одиночестве, можно сбиться в группу до трех человек, потому что работать в команде намного интереснее, на самом деле, чем в одиночестве. Если вы найдете партнера, с ним можно обсудить, на него можно какую-то задачу повесить, ему можно помочь. И главное, с ним можно обсудить вопрос, который вас поставил в тупик. База данных. В пределах этого курса база данных – это некий набор информации, потенциально необходимой в дальнейшем. на самом деле любой информации, которая почему-то по какой-то причине сохраняется, а сейчас в текущем мире сохраняется вообще все. Пишут, ну, просто вообще все, что происходит. Плюс алгоритмы и программы для работы с этим набором информации. Давайте посмотрим, что вокруг нас есть из вас. Самое простое и банальное. Это сотовый телефон. Открываем, в нем есть список контактов, список совершенных звонков, список полученных и отправленных смс. Внутри используются маленькие встроенные базы данных. Являются ли они сиквел-совместимыми? Это на самом деле не факт. В большинстве телефонов сейчас в них можно будет залезть с сиквелом. Но зачем? У вас у всех, скорее всего, есть браузер. В браузере накапливается информация о том, какие закладки вы делали. В браузере накапливается информация, по каким страницам вы ходили. И также, не сообщая вам о том, что это происходит, внутри накапливаются куки, поставленные разными сайтами. Вы где-нибудь залогинились, вам поставили куку. Вы сходили на сайт, на котором показывали рекламу, вам поставили куку, чтобы не показывать ее второй раз. Вы кликнули по какой-нибудь рекламе, у вас внутри браузера вам подсадили кусок информации о том, что вам полезно показывать такую рекламу. Это база, которая растет прямо на вашем компьютере. Вы этого не осознаете, она там живет и жрет место. Книга. Для меня книга – это тоже база информации, база данных. В ней есть список глав и абзацев. Она вот последовательно вот так вот исполняется. Оглавление книги используется для быстрого поиска. Если нужно что-то найти, я открываю оглавление, ищу там нужный мне абзац, главу, перехожу к нужной главе. В книге обычно в конце существует индекс, а именно список слов с ссылкой на страницу, на которой она встречается. В ходе изучения баз данных со словом «индекс» мы будем сталкиваться многократно. И я бы сказал, что база данных – это любая ситуация, когда рядом с информацией упоминается слово «список». Список чего-либо. В том числе и список покупок. Это маленькая, совершенно маленькая база, которую вы ведете от руки. Перечисление в произвольном порядке имен товаров и их количества. Если этот список начинает вырастать, он превращается в какую-нибудь базу 1С, в базу учета склада. Но начинается он как маленький, совсем понятный список. Чуть более сложно. Файловая система вашего компьютера – тоже база данных. Причем большая, с большой функциональностью. Она может быть журналируемой, устойчивой к отказам. Она может быть распределенной. Она может находиться не только на вашем компьютере, покрывать весь дата-центр. Быть из одного дата-центра в другой. Кэш. Когда вы будете работать, вы, скорее всего, будете работать с IDE. Мне очень нравится IDE, IntelliJ IDE. Она безумно хороша и очень удобна. Вы в ней что-то печатаете, она подсказывает быстрее, чем вы соображаете. Для того, чтобы вам подсказать, что находится в коде, она внутри себя строит сложно проиндексированную базу всех классов, всех ключевых слов, всего, что она видит, подключенным к вашему проекту. И она запрашивает ее мгновенно и мгновенно вам подсказывает. А размер ее, например, у меня в компьютере, он больше, чем размер моего проекта. И всех библиотек, которые там лежат. Google Maps. Google Maps – это другой вид базы данных, которая управляет не только текстом, но в ней хранится информация о реках, морях, городах, улицах, телефонах. Она хранится, что мне в ней очень нравится, вообще в этой области объемную информацию. То есть не какую-то точку и какое-то описание, контуры. Компьютерная игра. В какой-то момент я осознал, что компьютерная игра – это тоже база данных, внутри которой лежит информация об уровнях, о картинках, об интеллекте, который используется роботами в ней. Причем это произошло довольно-таки давно. Я столкнулся с тем, что люди в думе, давным-давно была такая игрушка – меняли картинки монстров. Каким образом? Они залезали внутрь его файлов, выясняли, где там хранится ее оглавление, по оглавлению находили, в каких блоках лежит информация, и подменяли ее. Это была нормальная редактируемая база данных, которая была на компьютерах миллионов людей. И там не было никакого сиквела. Я бы хотел, чтобы мы с вами рассмотрели базу, которая должна быть вам знакома. Насколько я вижу, когда общаюсь с людьми, они не понимают базу данных. Есть слова, но что внутри? Что такое база? В каждом доме, я утверждаю, что в каждом доме есть бумажная телефонная книга. Либо такая есть у вашей мамы или бабушки. Я не знаю, сейчас новое поколение, скорее всего, у вас все есть в сотовом телефоне, но вы теряете сотовые телефоны. БКП, скорее всего, вы не делаете. Вы не вносите в сотовый телефон информацию о сантехнике, либо о вашем далеком дяде, который живет в Воронеже. Я утверждаю, что у вас у каждого дома есть бумажная телефонная книга, в которую вы берете и вписываете информацию. Причем, что для меня важно, она потенциально нужна вам в будущем, не прямо сейчас. Если прямо сейчас вам нужен телефон дяди Коли, вы берете, набираете на телефоне и этим пользуетесь. Из чего состоит телефонная книга? Носителем информации является обычная бумага. Информация вносится ручкой. Соответственно, возникает такая проблема, что удалить из книги невозможно. Мы берем телефонную книгу, ищем старую запись, и мы ее вычеркиваем. На одной странице книги может быть от одной до N записей. И каждая страница телефонной книги имеет свою букву. Причем для части букв в такой странице нет. Сейчас ходила анкета. Вот где она сейчас потерялась? А можно ее сюда? А вот, честно говоря, не знаю. Я ее сейчас верну. Не, на букву и никого не нашлось. Но на букву С есть один человек. Что, ну, для меня интересно. Интересно. Пишетесь. Обычная телефонная книга. Кто-нибудь не видел ее? Кто-нибудь ей не пользовался? Ну, у всех есть. Вы хотите поднять руку? Что такое запись в телефонной книге? Это обычно номер телефона и имя человека. Причем вы полностью вольны записывать так, как вам интересно. Хотите, записываете там фамилию, имя, отчество. Хотите, записываете там номер телефона с префиксом, хотите без. Хотите, вместо номера телефона запишите номер АСКИ. Это полностью ваша книга и ваша база данных. Ну, также в нее периодически заносит дополнительную информацию. Это время работы, дата рождения, номер автомобиля. Что угодно. На самом деле, что угодно. То есть, полистать книгу, которая у меня дома, в которой записывает жена. Очень познавательный опыт. Как туда добавляется информация? Например, нам нужно записать телефон тренера по самбо. Мы находим записную книжку. Мы находим страницу на букву С. Мы ищем свободное место. Сейчас вы заполняли анкету, вы вносили свою информацию в то место, которое свободно. Вы делаете запись, вы закрываете книгу и бросаете ее, где лежало. Поиск информации. Мы находим нашу записную книгу, открываем страницу на нужную нам букву и, начиная сверху вниз, просматриваем запись, пока не найдем нужную. Потом, когда мы нашли нужную информацию, мы ее копируем. Копируем в какое-то место, которое мы можем использовать прямо сейчас. То есть, телефонная книга это база, которая хранит информацию. Вы в ней информацию использовать не можете, вам нужно ее оттуда выкопировать. После этого вы закрываете книгу и традиционно бросаете ее, где лежало. Хотя, да, вы взяли информацию, вам же надо с ней что-то делать, вы идете и звоните. Случай обновления информации. Ну, например, у дяди Коли сменился адрес и телефон. Он в Воронеже с одной улицы переехал на другую. Опять же, мы ищем нашу книгу, мы ищем страницу К, где был Коля. Мы ищем запись про дядю Колю, зачеркиваем запись, ищем свободное место, делаем запись, закрываем книгу. Ну, традиционно бросаем ее. Как там удалить информацию? Мы находим записную книгу, открываем страницу на букву ШИ, школа. Почему мы записали зауча на букву ШИ, я не знаю. Это вы пользуетесь этой базой данных. У вас где-то есть какая-то ассоциация. То есть, к вам пришла информация одна, но вы положили ее в другое место. И, как ни странно, вы ищете нужную вам страницу и находите там ее. Ищем запись про зауча, зачеркиваем, закрываем книгу, бросаем, где лежало. Итого мы знаем, как добавить запись в книгу, получить запись из книги, обновить информацию в книге и удалить информацию из книги. На самом деле, в базах это называется Create, Retrieve, Update, Delete. Какая бы у вас не была база данных, у вас есть четыре основных сценария работы с ней. Вы добавляете информацию в нее, причем используя какой-то алгоритм. Алгоритм, чем мне нравится телефонная книга, это знают все. Когда человек учится читать, я не знаю, лет с пяти, с десяти, каждый человек понимает, что происходит внутри телефонной книги. Люди добавляют туда, ищут, обновляют, удаляют. Если вас интересует что-то еще про крут, добро пожаловать в Википедию. Причем, к сожалению, мое такое глубокое мнение, а может к счастью, что если вы хотите разбираться в IT, вам нужно читать по-английски. Это тот навык, который позволит вам получать информацию сейчас, а не через два года, когда переведут новую книгу, когда появится перевод. С точки зрения инженера, софтваре инженера, телефонная книга характеризуется тем, что информация в нее поступает в произвольном порядке, классифицируется по первой букве. Почему зауч попал на букву ши, я не знаю. Значит, у вас другой классификатор. Вы каким-то образом решили эту информацию положить туда. информация заносится на страницу своего класса. То есть, в каком-то месте у нас хранится информация о людях на букву S. В каком-то месте на букву V. Может быть, в какой-то хранится на букву I, K, L, M, N. Классы можно восстановить. То есть, то место, где лежит информация, можно найти по первой букве фамилии. И внутри страницы данные записываются последовательно, прямо в порядке поступления. Давайте посмотрим на это еще с точки зрения скорости поиска информации. В телефонной книге это сопровождается сбоку, есть название страницы. Вы просто-напросто пальцем берете и, в принципе, отлистываете. Нужна буква ши, вы отлистали до буквы ши, вы открыли там, где вам нужно. Скорость будет линейной. Дальше мы открываем, загружаем нужную нам страницу. Сложность открытия страницы, я не знаю. Если у вас сильно трясутся руки, это будет долго. Если вы хорошо выспались, вы мгновенно ее откроете. Это просто константно. И линейно, опять же, начиная сверху, мы начинаем перебирать записи, пока не найдем нужную. В случае, если бы у нас был просто список телефонов и фамилий, то мы бы заносили информацию в конец списка, скорость поиска была бы равна единице, ой, равна О от Н. Давайте посмотрим на телефонную книгу. В ней запросто находится до трехсот человек. Вот если книга живет у вас дома, она наполняется, она уже живет годами, в ней будет триста человек. Поискать вот так вот линейно кого-то из трехсот, ну, не знаю. Для меня это займет очень много времени. В случае же с телефонной книгой, которая описывается, я могу найти нужную мне страницу в пределах двадцати восьми. Не знаю, блин. Среднеожидаемая будет четырнадцать. Открыл нужную страницу, нашел человека. За счет структуры, которая является особенностью имплементации этой базы данных, сложность уменьшается в двадцать восемь раз, потому что мы разбили информацию на классы. И в сравнении с полностью отсортированным списком, когда бы у нас сложность была логарифм от n, у нас получает... В случае, если бы у нас был логарифм от n, было бы среднее время поиска четыре шестых. А так я утверждаю, что вы получаете совершенно сопоставимые цифры. почему книга сделана так? Потому что она просто-напросто физический объект. И им пользуется нормальный человек. Использует он бумагу. Если я не представляю никого, кто бы мог отсортировать последовательность, которая поступает в произвольном порядке с разнесением по времени, используя бумагу. То есть вот вы записали первого своего знакомого, пришел второй, вам повезло, он пришел после него, пришел третий, он выше его. Вы стираете этот список, выкидываете страницу, переписываете ее начисто? Я в глубоком сомнении. Итого, бумажная книга это понятная, прежде всего понятная для всех, я надеюсь, база данных. Я утверждаю, что она хороша и эффективна. то есть в ней уже используются алгоритмы. И что мне в ней нравится, это довольно-таки надежное решение. Она, ну, я записал в нее информацию, единственный способ ее потерять, на самом деле, это полностью продавать книгу. Она физический объект, это не какой-то кусок памяти, который может где-нибудь исчезнуть. Что бы я хотел обратить ваше внимание? При работе с данными нас могут удовлетворить значительно упрощенную структуру по сравнению с математически оптимальными. То есть самый быстрый поиск это в отсортированном массиве. Но это нам может не потребоваться. И даже такая имплементация позволяет данные получать быстро. Добавление новой информации быстро и экономно, так как опять же мы быстро записываем информацию в пустое место. Мы не используем пересортировку. И я хочу, чтобы вы смотрели на мир именно с такой стороны. Вопросы есть по вышепрочитанному? Есть язык структуре query language. Он последние лет 30 наверное ассоциируется с базами данных. Это как раз в анкете есть вопрос знаете ли вы SQL, знаете ли вы SELECT. Да. и здесь у меня к вам есть вопрос вот чего вы не знаете про базы данных? Чего вы хотите узнать? Например, либо у вас есть какая-то проблема, которая вам мешает жить. Вот. Может быть вы пытались чем-то пользоваться и оно у вас сломалось и не работает. Либо может быть вам нужен просто-напросто курс баз данных начиная совсем с полных полных азов. Вы не знаете вообще ничего. Это тоже ответ. Окей. Несколько человек определились. Что хотят остальные? Я могу сказать, что нас преподают в вам читает Гоша Корнеев? Кто? В Литмо Корнеев по понедельникам здесь читает Джао и он читает базы в Литмо. Это очень хороший, очень классический курс. я ни в коей мере не хочу его повторять, хотя кое-что у Гоши я хочу спереть и рассказать вам. Вас интересуют детали имплементации, что происходит внутри. Еще варианты. варианты. Я хочу сделать в лекции Две лекции проявляционной алгебры это хороший запрос, постараюсь. Еще варианты. Еще варианты. А еще . Телефонную книгу к какому классу баз данных можно отнести? Это реляционная база данных или нет? Почему? Значит, лекция про реляционный алгебр будет. Итого, индексы, вопросы оптимизации, вопросы упаковки данных туда. С этим примером все понятно. Как изменится этот пример, если мы будем делать не телефонную книгу, а телефонный справочник? Большой справочник, в котором находятся 100 тысяч организаций. Что изменится? Изменится объем данных, которые вы хотите хранить. Но вы точно так же, зная базовые принципы, зная телефонную книгу, можете рассказать, что там будет происходить внутри. Мы каким-то образом возьмем информацию о наших компаниях, поделим ее на классы, скорее всего это будут рубрики. И в пределах какого-то класса мы эти данные будем отдавать пользователям. Сортировка внутри этого класса будет производиться нами как источником, потому что у нас есть шанс базу сделать и опубликовать ее. В отличие от телефонной книги, которая пополняется на ходу. Соответственно, мы придем к ситуации, когда у нас совершенно разные пользователи у базы данных. И совершенно разные сценарии ее жизни. Телефонный справочник, большой телефонный справочник желтой страницы, он сначала готовится, потом он публикуется и уже неизменно доставляется пользователям. Аналогия этого совершенно в реальном мире встречается регулярно. Те же самые компакт-диски, те же самые DVD. На самом деле тот же самый Doom, который приготовили в каком-то месте, потом опубликовали и вам отдали. То, что вы его можете поменять у себя, это неожиданный юз-кейс. В случае с базами данных. База данных будет хорошо работать, если вы подумаете о том, по какому алгоритму оно работает. В случае со страницей в телефонной книге мы получаем список. Даже не так. Информация может храниться в двух видах. Это может быть список с произвольным доступом, это может быть связанный список. В случае с списком произвольного доступа это массив. Вы знаете начало этого списка, вы знаете смещение в нем, вы можете мгновенно к нему перейти в нужное место. Это вот наш индекс нашей телефонной книги. В случае связанного списка вы не знаете, где находится у вас конец. Вы не можете прийти в произвольный элемент. Вам нужно произвести последовательный перебор. В случае базы данных. Данные будут лежать в файле. Файл может быть двух типов. С произвольным доступом и с последовательным. Скорее всего вы столкнетесь с тем, что файл у вас будет с последовательным доступом. Почему? Потому что запись у вас неизвестной длины. И вы возьмете его и начиная сверху вниз будете искать. Точно так же как со страницей. Если у вас в файле, например, находится миллион записей. Какова скорость будет поиска? С точки зрения математики она будет большой. С точки зрения физических эффектов она будет не очень большой. Файл будет насчитываться с диска, скорее всего, блоками от 8 килобайт до 8 мегабайт. Миллион записей, миллион записей о телефонах, не знаю, займет несколько мегабайт. Он, соответственно, за одну-две миллисекунды поднимет эти данные с диска. Вы их отфильтруете и получите результат. Если вы с такой базой будете общаться в произвольном режиме доступа, то вы потеряете кучу времени на том, что головки вашего жесткого диска будут перемещаться, позиционироваться в нужное место, начитывать чуть-чуть. Вот на этом принципе ломаются очень многие люди, использующие базы данных, в тот момент, когда у них растет объем данных. Что мы можем сделать в случае, если у нас данных становится все больше, больше и больше, а размер нашего кусочка, нашей страницы, становится очень-очень большим. Нам придется его разбивать дальше. До этого мы разбивали данные на основании первой страницы, первой буквы, фамилии. Мы получили в русском языке порядка 28 классов. Если мы введем еще один уровень, то мы получим уже несколько тысяч классов. Например, вторая буква фамилии. И таким образом мы можем разбить бесконечное количество данных на маленькие осознаваемые кусочки. Но принцип разбиения по первой букве... Вот куда делась анкета? Чем меня сильно смущает? Например, в русском языке у нас получилось, что в первый блок попало 7 человек, во второй 2. Целых 10 человек попало между буквы И и М. 11, кто-то даже не влез. Н, С и Х. Самый загруженный И и М. В тот момент, когда я делал эту страничку, я надеялся, что я более-менее аккуратно разложу все наши блоки и понадеялся на мое предварительное знание. Когда вы делаете реальную базу данных, вы можете ошибиться. Соответственно, разбивая данные, вам нужно как-то заложить алгоритм, который может протиционировать данные. Протиционирование может быть, вот начиная с головы, как в этом случае. Протиционирование может быть по хэшам. Мы берем какой-то ключ, делаем от него хэш. Например, если это числовой ключ, то это хэш как остаток отделения. Например, если у нас, мы знаем, что у нас будет всего лишь два множества, то есть мы вот так прикинули, что мощности нашего сервера хватит. Мы делаем хэширование с остатком два. И строим на этом систему. Система называется Fusquare. Мы берем, поднимаем базу данных MongoDB и складываем четных в левую базу, нечетных вправо. Мы надеемся на то, что ключи, числовые ключи, которые мы получаем, распределены случайным образом. В ходе реального использования почему-то мы не осознаем, почему мы выясняем, что ключи не являются белым шумом, они являются цветным. У нас одна из нот начинает переполняться. В одной у нас 30% загрузки, другая уходит в 100% и начинает тупить. Мы срочно на ходу меняем алгоритм деления данных. Мы пытаемся перехэшировать с двух бакетов на три. Что происходит с данными? Мы совершенно не осознаем, какое количество данных у нас будет аффектнуто. То есть какое-то количество записей должно остаться в тех машинах, в которых они были, какое-то количество данных должно начать мигрировать. Причем мы сталкиваемся с тем, что начинают переноситься те данные, которые бы вполне успешно жили в 30% загрузке машины. То есть вы не можете априорно поделить на бакеты, а тем более использовать хэши. Самый красивый способ хэширования, который я видел до этого, даже не хэширования, а распределения по бакетам, это мы делаем какое-то множество. Например, все множество интов. И делаем в нем ноды. Вот здесь вот нолик. Вот здесь, например, 100 тысяч, 300 тысяч. И, например, 2 миллиарда. И когда у нас приходит какая-то запись, мы смотрим, какая нода будет отвечать следующей за нее. Все приходящие данные просто по зацикленному кругу начинают укладываться. Мы делаем множество хэшей не ограниченной, маленькой, причислим, а очень большим. Если у нас нода начинает пухнуть, мы спокойно сюда введем новую ноду, например, на 200 тысяч. И у нас произойдет миграция данных сюда. Причем мигрировать у нас будут данные от 100 тысяч до 200, порядка 50% из вот этой ноды. Так, это деление, это деление, это деление. Какой язык программирования вы знаете лучше всего? Неправильный ответ. Java. Для меня это все-таки будет Java. Как будет выглядеть база данных в памяти с использованием вот этих вот Курдовских операций? Это должен быть список. Список – это аэролист. Самое простое. Скорость поиска по нему будет равна O от N. Скорость вставки будет равна единице, периодически пропадать ниже. Вот. И вы туда сможете добавлять данных, пока у вас не кончится память. В случае, когда у вас закончится память, вы можете выкладывать это на диск, а можете поднять рядом другую машину. Сделать вот реализацию этого алгоритма хэширования, поднять другую ноду. Где-то вот здесь вот живет большой аэролист. Где-то вот здесь живет большой аэролист. В каждой этой ноде будет аэролист. Размерливо будет определяться памятью вашей, доступной вашей GVM. У вас где-то здесь будут ваши клиенты. Если они знают алгоритм хэширования, то они спокойно идут в нужную ноду и получают там информацию. Скорее всего, они будут идти по сети. Даже и без вариантов. Они будут идти по сети. Они могут идти по каким-то своим кастомным протоколам. Они могут тихо, спокойно идти. По хат, ттп. Я хочу, чтобы в качестве теста домашнего задания, в качестве домашнего задания, вы сделали маленькую ноду, содержащую информацию о телефонах, отвечающую по хат, ттп. Это слишком большой вопрос для вас или нет? В качестве домашнего задания я хочу, чтобы вы сделали маленький сервис, живущий внутри хат, ттп, который по хаттп запросам возвращает информацию о телефоне. Любой фреймворк. А вы справитесь? Откуда они возьмутся? Например, вы можете их забить в коде. Какие еще варианты есть? Файлик. Я думаю, что самый простой способ – это сделать файлик. Я, наверное, на сегодня закончил. У вас есть возможность задать вопросы? Я попробую на них ответить. Я думаю, что более правильно делать на том, что вам интереснее. на самом деле это даст вам больше, чем успешность данной зачет. Но с точки зрения базы данных, скала, я не знаю, чем вам поможет. Или помешает. Я надеюсь, что все это закончится все-таки, написанной вами базой данных. Идеальным будет, если эта база войдет в список ноусиквельных решений. Поверьте мне, между этим и вами нет ничего. Если вы понимаете, что творится внутри телефонной книги, вы понимаете, как сделать свою ноусиквельную базу. И у всех ноусиквельных баз основное преимущество заключается в том, что они считаются хорошо масштабируемыми. Вот это вот путь к масштабированию. Учитывая то, что вы хотите реляционную алгебру, очень простым. Это должен быть getpid и возможность через url засобменить на новую запись. Первым путем, первым шагом мы сделаем memcash. До следующей лекции. Да. Главное, чтобы вы нашли какой-нибудь фреймворк, который вам предоставит сетевые услуги. Внутри мы будем растить базу данных. Начнем мы с ары листа. Потом я думаю, что мы все-таки займемся запросами. Потом я думаю, что нам станет скучно с нашей базой, мы посмотрим, что делают другие. И будем сравнивать уже с нашей базой. Вопросы? В каких соцсетях? В каких? Что конкретно использовать ВКонтакте, я вам не могу сказать, потому что я этого не знаю. Я знаю, что они взяли MySQL и дописали к нему некоторое количество своих науксиквельных решений. Я утверждаю, что скорее всего, это должна быть шардированная структура, которая работает с памяти, работает с набора ары листов. Я не знаю, что творится внутри ВКонтакта. Открытая архитектура есть у LiveJournal, открытая архитектура есть у Fusquare. Есть информация о том, на чем работает Facebook. Но честно вам скажу, я бы хотел, чтобы вы могли сделать базу сами, чем изучали уже готовые решения. Потому что это даст вам больше. За время моей работы я начинал работать с базой Debase. Это обычные файлики с фиксированной структурой внутри. Сейчас я не знаю, кто-нибудь знает ли, что за файлы dbf, и где они все-таки закончились. Компания, которая их выпускала, по-моему, закончилась. Ее уже нет. Был момент, использовалась база Paradox Барвандова. Ее тоже нигде нет. Есть база, используется, все знают, я думаю, слово Oracle. Но почему-то Oracle активно покупает другие сторонние базы данных. Та база реляционная, которая у них есть, их удовлетворяет не на всех рынках. У них есть еще XML-ные базы, у них есть in-memory базы данных. У них есть нетранзакционная база данных. Но одно готовое решение им не подходит. Был период, порядка 30 лет, наверное, когда все заканчивалось реляционными базами данных. Для того, чтобы быть счастливым и успешным, нужен был язык SQL. И нужно было знать реляционную базу данных. Нужно было знать, как нормализовать данные. В последние годы это сломалось. Все текущие успешные проекты, они внимательно от этого отказываются. Потому что поменялся мир. Хранение информации на жестком диске стало безумно дешевым. А нормализация, прежде всего, возникла из-за экономии места. Из-за экономии времени, которое нам нужно, чтобы получить данные. Сейчас ресурсы стали намного дешевле. Нормализация данных возникла из-за боязни получить расхождение копий данных в разных местах. Пришли новые компании и сказали, а нам все равно. Мы возьмем и раскопируем. Когда где-то... Например, если я не ошибаюсь, в фейсбуке, когда сабмитится коммент, коммент записывается сразу в шарт, относящийся к тому, кому комментарий уходит, и тому, кто написал комментарий. И то, что кто-то из них может этот комментарий поменять и себя, а там он не обновится, а им все равно. Это очень редко встречающийся юзкист. Целостность данных сейчас потеряла свой приоритет. Я не знаю сейчас. Финансовые системы, скорее всего, они пытаются в распределенных базах данных отслеживать информацию. Но оно математически недостижимо. Вам придется что-то потерять. На следующей лекции я хочу как раз этот вопрос затронуть. До последних лет, последние 3-4-5 лет, считалось, что база данных – это полностью контролируемая среда. Полностью контролируемая. Что вы в ней что-то делаете, и вы точно знаете результат. Вы можете сказать, что произошло, где произошло и когда. У вас оканчивается транзакция, вы полностью знаете мир. База данных была закрытой. Сейчас все базы данных, которые на слуху, они открыты. Вы что-то здесь записали, вы даже не можете гарантировать, в течение какого времени ваш сосед, находящийся в Москве, будет продолжать видеть старые данные. Это реальные нашей жизни. Вы не можете остановить мир. Есть очень хорошее решение, как вам сделать работу с вашим арей-листом, живущим внутри вашей базы, фиксированным и предсказуемым для вас. Называется Stop the World. Есть замечательная база Redis, которая на самом деле внутри одна, поточная. Она обслуживает безумное количество запросов в секунду, но каждый запрос полностью останавливает базу. Внутри базы происходят изменения, потом он открывается для следующего потока. Люди, которые делали эту базу, они подумают о том, что если они будут использовать структуры в памяти, если они достаточно внимательно напишут код, то даже при таком подходе у них будет очень хорошая база. Сеть, которая общается с Redis, она не может загрузить его настолько, чтобы это стало батлнеком. По форму, скажем так, он реглантирует целостность данных, соответственно, для нас старый опыт, я думаю, все равно, что каждый запрос на остатку есть изменение, в какой-то ситуации. Оно именно так и делает. Оно блокирует. Он пытается внутри себя вычислить область, которую ему нужно заблокировать, и блокирует. Но с ростом нагрузки это становится для вас проблемой. В базе могут быть локи на следующем уровне. Залочен может быть ряд таблицы, залочена может быть таблица, может быть залочен блок, к которому относятся данные. При достаточно активных операциях записи в одно и то же место вы столкнетесь с тем, что у вас происходят проблемы. Внутри оракловой базы данных происходят апдейты. Они не зачеркивают старую запись и пишут в новое место. Они пытаются поместить ряд в то место, которое было занято предыдущей записью. Я расскажу. Я расскажу про Transaction Isolation Level в ходе одной из лекций. Я уже говорил, что если вы хотите быть в курсе свежей информации, вам надо читать по-английски. Самое полезное для меня это Twitter. Я в Twitter нашел людей, которые в данный момент пишут MongoDB, пишут Redis, пишут Neo4j. Через этот канал информации они делятся своими проблемами, они делятся своими свершениями. Это на самом деле самая свежая информация. Сидите, сделайте свою базу. Вам нужен язык программирования, вам нужен эксперимент. Если вы сделаете этот эксперимент сегодня, у вас уже сегодня появится знание. Если вы в течение шести лет будете ходить в ВУЗ и слушать лекции, на которых вам будут рассказывать теоретические основы, скорее всего вы закончите тем, что на шестом курсе вам скажут, вот ваш диплом, вы готовы к реальному миру. Вы туда выйдете и выяснится, что вы многое забыли, а многое из того, что вам читали, уже устарело. Можно, но вот. Самое лучшее введение, самая классическая книга, это будет, если не ошибаюсь, Дейт. База данных Дейта. Сейчас вышло восьмое издание, она переиздается уже больше 25 лет. Это будет самым хорошим классическим. Это будет самым хорошим классическим. Я, на самом деле, не знаю, какую литературу сейчас посоветовать, потому что я не вижу переведенных книг. Действительно не вижу переведенных книг. Мы с вами, я надеюсь, что мы с вами разберем, как внутри живет Хадуп. Книжка по Хадупу, это очень полезно. Причем для меня самым интересным было именно внутренняя реализация Хадупа. В моем понимании, да. Ну, вы видели, у меня все база данных. Маленькое работающее приложение, база данных. Исходники. Не надо присылать большой экзешник, на который Касперский скажет «Ой». Я хочу читать код. Еще раз. Не, ну, я просто не расслышал. Итогом вашего задания является небольшой, небольшой кусок кода, который из файла поднимает записи о телефонах. Который из файла начитывает записи о телефонах. И потом через команд-лайн, через HTTP-сервер, через что-нибудь простое позволяет вам получить данные. Через командную строку? Хорошо. А на сколько хватит вашей фантазии? Вот, на самом деле, если вы делаете базу данных, вам какое количество полей вам нужно? Нет. А я не думаю. Нет? Да. Хотите информации, идете, например, на сбербанк.ру. Московский регион. Ищите список филиалов. Качайте оттуда список филиалов, у вас будет готовый хороший справочник адресов и банкоматов. Если не ошибаюсь, там 51 тысяча телефонов. Меня больше интересует хранение. Оправдаете, что когда вы будете начитывать из файла, вам придется туда вставить? Это ваша база данных. Вы не поверите. Нужно ли придумывать что-нибудь сложное с файлами, в которых хранятся данные? Это ваша база данных. В Яндексе я сделал базу, которая хранит данные в CSV, которая хранит в XML, которая хранит в бинарном формате. Оно зависит на самом деле от вашей готовности работать с данными. Вы не поверите, но... Меня удовлетворит даже хорошее текстовое описание. На уровне того, как описана телефонная книга. Какая информация хранится? Как она хранится? Как она используется? Откуда она берется? Мы сейчас можем погрузиться в готовый, я не знаю, MySQL. Но я хочу, чтобы сначала вы ответили на эти вопросы и своими руками сделали небольшую базу. А как это можно сделать? Смотрите, в принципе, простое задание. Можете ограничиться чем-то другим, вы можете сделать поддержку вайлдкардов. Не делайте пока что джойнов, пожалуйста. Вот, пожалуйста, не надо. Чуть громче, пожалуйста. А вы сейчас найдете столько данных, чтобы они у вас не влезли в память? Гигабайт. У меня в ноутбуке 8. Вы готовы сессии написать код, который с ним работает? А почему? А вам обязательно его распаковывать? А что нужно сделать, чтобы с ним не работать последовательно? А да, про сортировать я не говорил. У вас есть распаковывающийся файл в 246 гигабайт. У вас пришла реальная задачка, вам надо с ним работать. Что вы с ним можете сделать? Вы пробегаетесь по нему один раз, вы его размечаете на какие-то куски. Скорее всего, там, ну, 246 гигабайт. Я боюсь, что там есть повторяющиеся числа. Почему? Почему? Почему я, например, в своей работе такого объема файла использую и не жужжу? Даже на 8-гиговых машинах. Я утверждаю, что внутри этого файла находятся записи. Чем больше, чем меньше запись, тем выше шанс того, что эта запись повторяется. И тем меньше шансов, что вам нужны все эти записи. Если они начинают повторяться, их становится меньше. Если они не повторяются, значит, они достаточно большие. Значит, вы рядом можете положить маленький файл, который вам обеспечит произвольный доступ. Вы сделаете индекс. Причем будет на самом деле очень интересно посмотреть на ваш код, как вы за следующей недели сделаете индекс. Только не надо присылать сам 246-гиговый файл. У вас есть данные. Вы берете книгу, вы открываете, сзади нее индекс. Что вы видите? Название ключевого слова и страница, на которой он встречается. Смещение в страницах. Они поэкономили, они не стали писать, какой символ конкретно там внутри страницы используется. Я.пульсерсобакогмейл.com Презентации слайды будут доступны на страничке через три недели. Через три недели должно быть выложено видео, которое снимали сейчас в процессе. Еще вопросы? Просите рассказать. Я не расскажу вам сейчас про транзакции, но значит у нас будет лекция про транзакции. Если у вас есть вопросы про сиквел, значит будет лекция про сиквел. Понятие о ноу-сиквел не только сиквел. Давайте сделаем. Да? Да, вопрос. К сожалению, я не знаю C-Sharp. У вас будут комментарии в коде, присылайте. Если вы еще напишите, как мне его запустить под макбуком. Не, ну, то есть, если у вас действительно нету никаких других вариантов, значит мы будем с вами смотреть C-Sharp. И я не знаю почему, вот те базы, которые я смотрю, я очень редко сейчас вижу базы, написанные на плюсах. Может быть я однобок и слишком внимателен к Java, но большое количество баз написано на Java. Это действительно безопасно, это действительно просто и понятно. Оно ограничивает вашу фантазию в некоторых вопросах. То есть вот адресация за пределами массива, чтобы поправить код, ну, в Java так не принято. На Java пишут безопасный код, предсказуемый. Все, наверное. Производительные Java, опять же, я в реальном мире вижу базы, написанные на Java. То есть вопрос того, что вы не пытаетесь мощным куском кода, мощным куском кода познать Вселенную. Вы ее пилите на кусочки и пишите маленькие, тупые, не ломающиеся куски, которые с ними работают. Что мы делаем на следующей лекции? Заказывайте. Не ожидал. Еще варианты. Еще варианты. Еще варианты. Что вам будет нужно, чтобы ваша база хорошо начала работать? С чем? С чем? Правда, что у вас есть сейчас курс структур и алгоритмов? Для чего вам нужны навороченные алгоритмы? Какая часть вашей базы потребует их? Мы пока не знаем. Да, мы еще не знаем. Можно даже садиться в бумагу. И что? Для чего могут потребоваться графы? Не-а. Вот как раз хранение структур, описывающих графы, может потребоваться. Но алгоритмы к базам данных здесь не привязаны. Вам, может быть, нужно найти оптимальное хранение графов. Но алгоритмы у вас не должны зависеть от того, как у вас хранится. Расскажу. Я очень хочу, чтобы в нашем курсе был Hadoop и Neo4j. Neo4j – это база данных, как раз граф база данных. Так что ж вы не сказали? Ваше домашнее задание. Вы должны взять какой-то объем данных, подсказка, телефонную книгу. Что-то простое и осознаваемое. Вы должны написать, как оно будет жить внутри. Текстовое описание. Полстраницы текста. Скорее всего, самый простой вариант, подсказка такая. Вы берете файл, в файл вы набиваете три телефона и две фамилии. Вы читаете это в память, складываете в вектор, кто сказал вектор, в линкит лист, либо в арре лист. И вы делаете к этому какой-то API, в котором реализована операция «получить». Сколько у вас времени займет сделать получение по порядковому номеру? Сколько времени для того, чтобы найти по подстроке? Правильно, три минуты и семь минут. Правда, что вы будете дольше писать? Чем ваш код отличается, когда вы его пишете один раз и когда вы им пользуетесь многократно? В какой момент вы перестаете халтурить и начинаете писать полноценный код? Вот я не знаю, каков критерий? А вот когда она у вас появится? А вы хотите повзрослеть? Нет. Как раз вот в какой-то момент вы начнете писать системы, вы начнете писать системы, в которых вы понимаете, что вы не можете их осознать. Нет, тогда вы будете писать максимально понятный для вас код, но он все равно будет глючить и падать. Есть теоретические основы того, что вы не можете осознать мир. Вы не можете осознать мир, вы не можете предсказать результатов вашего кода. Вы, наверное, подглядываете куда-то. Это основной критерий. Вы начинаете писать приличный код только в тот момент, когда вы осознаете, что шутка, что человек, поддерживающий его, будет знать ваш адрес. Когда вы осознаете, что эта шутка действительно реально относится к вашей жизни. Что тот код, который вы написали, вам могут показать через, в моем случае, через 12 лет, и спросить, Илюха, что ты здесь написал? И там действительно упячка. Мне действительно за это стыдно возникает. Сейчас бы я такого не написал. С другой стороны, я думаю о том, что как хорошо писал код я тогда. И как хорошо, что я пишу его сейчас лучше. Если вы сейчас начнете писать код и думать, что вы делаете, это будет очень удачный момент начать. У вас формального этапа повзрослеть нет. Действительно его нет. У нас есть люди, которые приходят и пишут в 18 лет код, который намного лучше, чем пишут 30-летние уже взрослые, спокойные люди. Просто-напросто они где-то в какой-то момент включили голову и начали думать, что они делают. У меня действительно есть претензии к тому народу, который приходит, вернее, так скажем, кто приходит на собеседование. Люди знают, знают ключевые слова, например, реляционная алгебра, например, джойн. Некоторые знают мердж, сорт. Люди знают, что такое фуллскан, но они не понимают, каким последствиям это приводит в реальной жизни. Я действительно хочу, чтобы вы написали базу своими руками. И мы, в конце концов, ее изнасилуем и сделаем так, чтобы она не влезала в память. И я думаю, что мы посмотрим на тему того, как сделать ее распределенной, как в ней сделать джойны. Или отказаться от них. Но вы тогда будете понимать, почему вы этого не сделали. Тадым. Все на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok